Добрый день, утро, вечер, а может быть даже и ночь, с вами Кафеда Годзилла. И как видите, я не забросил обозревать сериал по Майнкрафту. Сегодня будет немножко нестандартный выпуск. Нет, в нём я не буду обозревать хороший сериал по Майнкрафту. Просто серии сериала, которые я выбрал сегодня на обзор, очень короткие и одной просто не хватит для полноценного выпуска. А делать выпуск на две минуты я не хочу. Поэтому я обозрею весь сериал. Благо, серии очень короткие и их всего три. И вот моё вступление закончилось, поэтому мы можем приступать к обзору. Наконец-то мы едем в Африку на курорт. Сериал, который я выбрал для сегодняшнего обзора, называется «Проклятие Херабрина». Опять! Я вот не знаю, кого больше задолбали эти сериалы, меня или Херабрина. И мне кажется, что Херабрина так часто проклинает школьников, потому что они снимают про него отстойные сериалы. Там можно покупаться. У них в самолёте нет двери! Как до сих пор ветром не засосало! Не знаю, стоит ли мне говорить о надписи не крякнутого бандикама? Правда, я с собой прихватил ножик и зажигалочку покурить. Охренеть! Ему по голосу лет восемь, а он уже курит! Накладной ножик, чтобы опасаться от крокодилов. У меня есть одно но. Вернее, два но. Первое. Не накладной, а складной ножик. И второе. Опасаться от крокодилов. Опасаться — это синоним слово «бояться». То есть, бояться от крокодилов. Ножик нужен, чтобы бояться крокодилов. Будто без ножа крокодилов бояться нельзя. Их и с ножом можно и нужно бояться. Много золотых яблок. Что? Золотые яблоки? Какие ещё золотые яблоки? Их не существует. И даже если бы они не существовали, ты бы не смог откусить от них и кусочек, так как они покрыты золотом. И ты, походу, мажор, раз можешь себе позволить яблоки, покрытые золотом. Хотя, скорее всего, ты спустил на них все свои деньги, раз летишь в самолёте без иллюминаторов. Сколько лет его другу? Семь? Шесть? А может, вообще пять? Рэдбул с собой взял. Молоко. Много железа. Зачем ему на курорте железо? На тортике. Его другу плохо! На борту есть врач! А, нет. Потому что, как и во всех предыдущих сериалах с самолётом, на нём летите только вы. И опять возникает вопрос. Зачем, а главное, как он взял с собой торты на курорт? Я понимаю, если бы он взял с собой печенье в дорогу, но торты... Я посмотрю, что тут за воздух. У нас в сундуке крутые вещи. И опять. Зачем они взяли с собой на курорт кучу бесполезного хлама? Зачем он на курорте лазурит? Да. Что будем делать пока, что в самолёсе пока летим? Он без последствий вышел наружу! Подождём. Пока приземлим. Блин! Что это было? Неужели этот момент нельзя было вырезать при монтаже? Хотя, о каком монтаже вообще идёт речь? Уже прошло 8 недель с тех пор, как мы летим. Сколько? 8 недель? Они что, с Марса летят? Как они до сих пор живы, если должны были давно умереть от голода и жажды? Мы уже приедем через один день. Завтра. Да ладно! А я думал, вы приедете вчера. Попью молоко. У них после 8 недель полёта ещё осталась еда? Вкусно. А я пока попил сока. Момент, когда они пьют, это самое масштабное событие за всю первую серию. Да, слишком много ты пьёшь. Да. О, мы приехали. Приехали? Вы ведь летели на самолёте, а на самолётах прилетают. И, конечно же, вы прилетели в Африку. Здесь есть снег и лёд. А Африка, как известно, славится своим снегом и льдом. Но неужели нельзя было перестроить самолёт в другой локации? Это же та же самая локация, что была в начале. Соб, нет, мы не приехали. Это не Африка. Неужели он понял, что это не Африка? И как по пути в Африку можно залететь туда, где есть снег? Это зима. А где Африка? Я склоняюсь к версии о том, что его другу лет 5. А может это его младший брат, с которым его заставили сидеть, и он решил снять с ним сериал по Майнкрафту. Мы почти приехали. Почти приехали? Да вы залетели куда-то в Тундру. А Тундра находится в совсем другой стороне, нежели Африка. Вот там что-то уже светит. Ладно, пошли пока в самолёт. Ой, я слона вижу! Дамы и господа, его друг открыл новый вид слона под названием Тундровый слон. В самолёт пока пошли. В самолёт? Да, и всё. А за всю серию их самолёт так и не сдвинулся с места. Хотя, если обратиться к тому, что я ранее сказал, скорее всего, ты спустил на них все свои деньги, раз летишь в самолёте без иллюминаторов, то всё станет на свои места. Они спустили все деньги на яблоки в золоте и полетели на самом-самом дешёвом самолёте, в котором даже иллюминаторов нет. И он способен только взлететь и не двигаться с места. Тогда всё даже логично. Хотя не, кого я обманываю? Какая же здесь может быть логика? И на этом первая серия этого сериала под названием «Летим в Африку» закончилась. А значит, и её обзор тоже. Но сам выпуск будет продолжаться. Подайте вторую серию! Так, что это у нас? Окошко Скайпа. Ну неужели нельзя было его закрыть? Нам позиционируют съёмку как бы из глаз главного героя. Он спит с открытыми глазами. А, что? Кто за... Вставай! Они не проснулись, когда их самолёт разбирали на металлолом? А, что? Что с нашим кораблём? К-корабль? Что за космическую одиссею, я смотрю? Хотя, учитывая то, что, как мы ранее выяснили, они видят с Марса, то... Всё логично, да? Кто с нашим кораблём? Ну ладно, раз. Ошибся, оговорился. Назвал самолёт кораблём. Но дважды совершить одну и ту же ошибку! Неужели это... Херабрин в сериале про херабрина?! Надеюсь, он сейчас их убьёт, расчленит и таким образом закончит этот сериал! А! А! Крик его друга гораздо страшнее Херабрина! Кто это за? Этот Херабрин забывает прям как я, когда не высплюсь. Они упали с самолета, разбились и умерли. И на этом вторая серия под названием «Появление Херабрина» заканчивается. И что я могу сказать? Она милосердно короткая, от неё просто не успеваешь устать. Ну ладно, подайте третью серию! Похоже, что они пропустили с десяток серий, потому что когда они успели получить алмазную броню, алмазные вещи, построить себе хату из изумрудных и алмазных блоков и получить вообще всё! Ах, я ещё сделал кирку. А я костёр сделаю! Там ночь была тяжёлая, мы увидели Херабрина и начали с ним драться. Зачем упоминать события, которых зритель не видел? А если вы про события второй серии, то да, вы очень яростно сражались, прям как берсеркеры! Нет, у меня не получается. Почему это больше похоже на летсплей? Я не понимаю, почему он уходит. БЕСПАЛЕВНОСТЬ! Он что, трусит? А, что за? Закрывай! У него кирка! Причём не абы какая, а алмазная! Не думаю, что стена из пары изумрудных блоков станет для него преградой! А, скорее закрывай крышу! Перед Херабрином построили стену. Почему он продолжает открывать и закрывать дверь? Разве для демона, призрака не проще было бы проломить стену? Тем более с алмазной киркой! Пайк, сейчас закрою крышу! Надо сделать себе такую броню. Так, ну на этом... Я снимаю броню и делаю такую себе. Давай, я прикрываю, покажу. А, так, нагрудник готов. Отлично. А, шлем готов, боже. Так у них алмазы и изумруды ещё не закончились? Ботиночки. Погодите, у меня заявок. Воу, чей это был голос? Неужто самого Херабрина? Не ожидал, что у него голос как у школьника. По идее, этот момент должен быть в неудачных дублях. Хотя, что, да это были удачные дубли? И последние ботиночки. А, всё, я сделаю себе такую броню. И у моего друга такая же. Её очень сложно сделать. А, щас, подождите. А, мы были в лагерь для магии. Вообще замечательно. И опять упоминание событий, которых зритель не видел. Щас, подождите. Я... Похоже, вся оставшаяся серия будет состоять из таких вот... неудачных дублей. Боже. Я кормлю сигаретку. Блин. А, кто это говорил? Отключи видео. Пой, бери сигаретку. У меня уже глюки. Всем пока. Эээ, зачем? Я пошёл спать. Ну вот и закончилась третья серия. И весь сериал соответственно. И что я могу сказать об этом сериале? Ах... Не знаю, что это было, но... Мне это не понравилось. Что же я могу сказать об этой серии? Она ужасна. Как бы и остальные две были не фонтан, но... Они были гораздо лучше. В этой же нет ни сюжета, ни смысла. Ничего. Названия предыдущих серий также соответствовали тому, что в них происходило. Название же этой серии не соответствует ей. А теперь интерактивчик. Попробуйте отгадать, как называется третья серия. И смотрите по ссылке в описании. Ну, мы написали... Думаю, да. И что бы вы не написали, вы не угадали. Эта серия называется... Падение в яму. Как? Почему? При чем тут яма? При чем тут падение? Я не знаю. Но на этом, думаю, стоит закончить. Выпуск получился довольно длинным. И... Довольно тяжелым. Особенно для меня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. И не ставьте, если не понравилось. Это ваше право. Увидимся в новых видео. Всем удачи и всем пока!